6 февраля итоги своей работы подвели подведомственные Министерству труда и социального развития Республики Адыгее организации, расположенные в Кашхабльском районе. В мероприятии приняли участие глава района Заур Хамирзов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, главы сельских поселений, руководители и работники КЦСОН, МФЦ, Центра труда и социальной защиты населения, начальники районных ведомств и управлений. Вел совещание заместитель министра труда и социального развития Республики Адыгея Хамид Мишлок. Слово для приветствия участников совещания было предоставлено главе района Заур Хамирзову. Стало традиционным вот такие встречи. Я считаю, что очень нужное, важное мероприятие, что такое социальная служба, администрация сельских поселений, администрация района. И вы, и министерство труда, я считаю, что мы все делаем одно и то же дело. На благо жителей, на благо районов. Сейчас новые веяния, вы все прекрасно об этом знаете. Абсолютно новые требования. Подход абсолютно другой. Стало намного сложнее, я считаю, работать. Есть замечательные программы, в которых мы участвуем по поддержке семьи. Это и молодая семья, это программа, и молодой специалист. Сейчас в районе разрабатывается именно муниципальная программа по поддержке молодых специалистов, в частности работников здравоохранения и образования. То есть есть куда идти совместными усилиями. То, чем занимается социальная служба, очень важна для жителей района. Хотел бы поблагодарить всех вас за проделанную работу. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. Хотел бы пожелать всем счастья, получше здоровья вам, вашим семьям. Спасибо. Далее приступили к рассмотрению вопросов. Первым с докладом об итогах работы КАЦСОН по Кашхабльскому району за 2019 год выступил директор КАЦСОН Сальман Малахов. Кашхабльский комплекс и центр является государственным учреждением. Функции и полномочия учредителя центра осуществляются Министерством труда и социального развития Республики Адыгея. Учреждение осуществляет свою деятельность на территории Кашхабльского района. Население Кашхабльского района составляет 29 497 человек. Из них граждане пенсионного возраста 8 360 человек, в том числе 6 978 человек – неработающие пенсионеры. 6 939 – несовершеннолетние, из них дети-инвалиды – 91 человек. Неработающие пенсионеры, семьи с детьми и несовершеннолетние являются основными получателями социальных услуг в Кашхабльском комплексе центре социального обслуживания населения. Из них в 2019 году нами обслужено 786 граждан пожилого возраста и инвалидов и 247 семей с детьми. Государственное задание на 2019 год по обслуживанию на дому утверждено 675 человек. Обслужено 786 человек, как я и говорил. По стационарному обслуживанию 16 425 койко-дней исполнило 13 622 койко-дня. В 2019 году на выполнение государственного задания за счет средств республиканского бюджета было видено субсидии в размере 55 640 700 рублей. Из них центру и социальному жилому дому относилось 43 469 000 рублей, а на Терповский дом-интернат 12 171 000 рублей. На сегодняшний день в учреждении работает 151 человек по штатному расписанию. В структуру учреждения входят филиалы и отделения. 6 отделений социального обслуживания на дому по всему району. В целях освещения деятельности центра информация регулярно выкладывается на официальном сайте в сети интернет, на странице учреждения в социальной сети Инстаграм, где на страницу нашего центра подписаны более 800 человек, а также в средствах массовой информации Кашхабинского района. В планах на 2020 год перед организацией ставятся задачи придерживаться выбранного направления. В 2020 году мы также на базе филиала дома-интерната планируем открыть пункт проката средств реабилитации. В заключении доклада Сальман Малахов выразил благодарность всем структурам, с которыми приходится сотрудничать в процессе работы. Также хочу выразить Министерству труда нашу благодарность за постоянную поддержку, контроль и помощь в нашей работе. И главе нашего района Завруска-Ардевичу за постоянную поддержку, за понимание в нашей сфере, за взаимодействие со всеми структурами администрации. После об итогах работы за 2019 год филиала номер 4 по Кашхабинскому району Центр труда и социальной защиты населения выступил руководитель филиала Рамазан Агержаноков. Основными задачами на 2019 год являлись обеспечение прав граждан на меры социальной поддержки, повышение эффективности мер социальной поддержки, повышение качества и доступности предоставления социальных услуг, обеспечение информационной открытости системы социальной защиты населения. Все задачи, которые филиал ставил на 2019 год, выполнены и, кроме того, в течение года проводилась работа по повышению задач, которые ставило перед нами Министерство в части реализации мер, предусмотренных национальным проектом «Демография» о новых мерах социальной поддержки материнства и детства. Специалисты филиала ежедневно вели прием граждан, консультировали по вопросам мер социальной поддержки, производили назначения и выплаты социальных пособий. В 2019 году она заставила 7200 человек. Нашу работу можно условно разделить на блоки, такие как мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, федеральные и региональные льготники, меры социальной поддержки семьи с детьми, меры социальной поддержки малообеспеченных семей, охрану труда и социальное партнерство, социальное обслуживание населения. Своё выступление Рамазан Агержаноков завершил планами на 2020 год и благодарностью за сотрудничество. Осуществляют установленные сроки назначения и выплаты различных видов государственных пособий, социальных выплат, мер социальной поддержки, продолжить работу по информированию населения о мерах социальной поддержки, об изменениях действий в законодательстве и о новых нормативных актах в социальной сфере. Ну и продолжить по программе волонтерство, инстаграм, чтобы было больше информации, доступно было для населения района. Ну и, конечно же, работа со средств массовой информации. Вот это все перечисленные, с кем мы работаем, хотелось бы выразить слова благодарности. Сегодня здесь присутствует глава поселения, непосредственно с которым мы работаем. Администрация муниципального образования, Совет народных депутатов и законодательный и исполнительный власть. По тому же вопросу слово было предоставлено руководителю филиала МФЦ номер 7 в Аулика-Шахабль Мария Тхут. Деятельность филиала государственного бюджетного учреждения, функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Аулика-Шахабль и его структурные подразделения осуществляли в соответствии с федеральным законом об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках заключенных соглашений с органами власти, органами государственной власти, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления. Предоставление услуг по принципу одного окна в филиале и его структурных подразделениях осуществляется в 10 окнах приема выдачи документов. На 1 января 2020 года в филиале предоставляются 64 федеральные услуги, 42 региональные и 5 муниципальных услуг. За 2019 год в филиал и его структурные подразделения обратились 17 523 заявителя. При этом гражданам оказано 38 489 услуг. В том числе прием документов 26 501, консультаций 451, выдача результатов 11 537. Общее число оказанных услуг по сравнению с 2018 годом увеличилось на 40,5%. Структура оказанных услуг по органам власти выглядит следующим образом. Федеральные услуги 29 936 услуг, что составляет 77,77% от общего количества услуг. И это больше показателей 2018 года на 46,2%. Региональных услуг 7 820, это 20,33% от общего количества оказанных услуг и больше по отношению к показателю 2018 года на 18,8%. И муниципальных услуг 727, что составило 1,88% от общего количества оказанных услуг, что больше по отношению к 2018 году на 45,81%. Проходя сегодня итоги прошлого года, можно с уверенностью сказать о том, что система МФЦ по району работала стабильно, сбоев никаких. Не было вопросов, которые поднимались, разрешались органами власти в рабочей порядке. Проблем, мешающих нормальному процессу, нет. Затем приступили к обсуждению докладов. Представители министерства дали рекомендации в плане работы на будущий год. По итогам совещания выступил заместитель министра труда и социального развития Республики Адыгея Хамид Мишлок. Я оценку главы района о деятельности комплексного центра и центра труда. Я обязательно передам оценку главы министр совместно с главным районом, совместно с главным поселением. Те задачи, которые стоят, нам надо выполнять. У нас для этого все есть. Я благодарю всех тех, кто принял участие в сегодняшнем мероприятии. В ходе совещания также прозвучали слова благодарности в адрес социальных работников от присутствующих. Наташа Кучмезова, Сергей Лабынцев, Новости Кашхабского района.